Вау! Камера настроена. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами кот Мурзик. И кошка Мандаринка. И наконец-то мы вместе в одном кадре. А и всё потому, что Мандаринка под валерьянкой валялась там во всю, всю неделю. Все новогодние праздники. Хе-хе-хе. Любительница валерьянки. Ой, Мурзик, ну я хотя бы весело проводила время, а ты был дома со своей женой. Вообще-то мы все вместе живём, просто всё это время он целовался с ней под ёлкой. Хоть с моей женой, а не с котом Василием каким-нибудь, если ты понимаешь, о чём я. Фу, таким быть, Мурзик. Так, а ну. Прости, ржавая. Да, с вами ещё и ржавая гончая. Такое вот долгое начало, когда два ведущих. Тихо мне тут. Хорошо. И начнём мы, конечно же, с новостей. Всю эту неделю я была на работе. В этом есть какие-то свои плюсы. Например, я думала, что будет хуже. Ну, потому что на прошлом месте работы мне приходилось хоть и рано вставать и раньше заканчивать, из-за чего по возвращении домой у меня ещё вставалась куча времени на всё. Но был минус в том, что там было полно людей более старшего возраста, с которыми я, конечно, не могла найти общий язык. Среди них я чувствовала себя каким-то пришельцем. Ну, то есть, совершенно и во всём выбивалось. И всё, что я могла делать, это только выполнить поручение и исправно выполнять то, что я должна сделать. Всё так механически было. А самым ужасным было то, что они могли включить громкую музыку на гигантской колонке, при том, что вокруг ещё и шум от всех этих бензопил, распилочных аппаратов, от всяких шлифовальных машинок. И всё это вместе, вместе с какой-то музыкой. Например, там, дискотека 80-х, где ритмы драм-машин. Драм-машина – это такая машина, которая отбивает электронный ритм. Её часто можно слышать в старых треках 80-х годов. Ну, и как и в прочей идеям музыки. И так как у меня повышенная чувствительность к звукам, то есть я слышу... Я даже по городу не могу спокойно идти без наушников, у меня заложат уши. Я чувствовала себя там, как в аду. Я рада, что хоть там включают звук на маленькой колонке, да и не особо шумно там. В общем, это лучше, чем то, что было до этого. И мне кажется, на прошлой работе мог остаться только мазохист. Но я рада, что у меня всё равно был срочный договор. Вот эта новость обо мне. То есть теперь вы знаете, куда я могу исчезнуть на какое-то время, и почему видео могут выходить только раз в неделю. Например. Но декорации я уже делаю. Начинается новый этап сюжета. Да, теперь о сюжете. Начинается новый этап сюжета, и проблема в декорациях там в том, что я никогда всё-таки не бывала на других планетах, а идёт инопланетная тема, и мне придётся всё это как-то изобразить. Если ночной город и улицу, да и многое из того, что я изображаю, я вижу в реальности, то там мне придётся поднапрячься и как-то сделать то, чего я никогда не видела. Такие вот дела. Что ж, с новостями разобрались, у нас их много было. Теперь вы понимаете, что к чему, где я, и что я ни в коем случае не забрасываю канал. А теперь переходим к обзору. Сегодня у нас будет очень необычный обзор, который будет распаковкой. Это так уж впервые совпало, что я купила фигурку, которая мне была интересна, и при этом которая была упакована. Итак, начинаем. Мандаринка. Мурзик, с кого начать? Ну, давайте, сами пойдёте. Я могу и сам. Ага. Убрала. А, всё равно небрежно было. Ну, а с Мандаринкой всё будет вот так. Это было небережно с твоей стороны. Ну, прости, Мандаринка. Как вышло. За кадром мы включили свет, и у нас появляется динозаврик. Трицераптопс от фирмы Jurassic World. Если что-то не так, я надеюсь, комментарии не отключат, и вы сможете меня поправить. А вообще, если вам хочется что-то высказать в комментариях, и если они открыты, то обязательно говорите. Мне очень интересно ваше мнение. Это фирма Маттел. Да, Маттел – это известная фирма, которая также выпускает кукол Барби. И вот. Они ещё и выпустили вот такую серию Jurassic World. Маленькие и разные, самые разные динозавры. Многие из них подвижные. Их выпустили к части Парк Юрского периода. Кто смотрел, ставьте лайк. Я не смотрела, но я смотрела только старый. Но когда они только вышли, мне очень нравились мини-динозаврики в пакетиках. А тут вот в магните появились и вот такие динозавры. И мне больше всего приглянулся Трицератопс. Хотя мой любимый динозавр – анкилозавр. Что ж, а теперь начнём распаковку. Я обычно не сохраняю упаковки, но если вы коллекционер, который любит сохранять фигурки в упаковках, то можете её аккуратно как-то вырезать и не судите строго о том, как это делаю я. Ну что ж, я впервые распаковала этого динозавра. Я настроила свет. И теперь рассмотрим его подробнее. Просто рассмотрим. Он стоит у нас на маленькой зелёной подставочке. Трицератопс. Очень похожий и скорее на детёныша, чем на взрослого. Но не мне решать. Просто стиль такой, чебеобразный какой-то. Чебе-динозаврик. Рот у него, похоже, не открывается. Или открывается. Не хочу его ломать. Но вот у хищных динозавров, там ещё были тираннозавр, ещё какой-то раптор. У них пасти точно открывались. Тут мы можем видеть внизу логотипы. 2020-й. Мотел. Вот он. Подставка чем-то напоминает, как вот подставки фигурок из-под киндера. И сама фигурка вот такого размера. Сейчас вот для сравнения покажу, как она выглядит рядом с Лол. Все знают, какого размера Лол. Вот. Вот, вот она. Это рокерша, кстати. А вот динозаврик. То есть, он для неё как такой питомец. В сюжете этого, конечно, не будет. И поэтому, да, не будет в сюжете этого. Рокерша убираем за кадр. И возвращаемся к нашему динозавру. Мы можем заметить на ощупь, что он сделан из плотной резины. Как маленькие старые ретро-собачки из киндера. Вот такая вот по плотности резина. Скорее всего, со временем она рассохнется и будет уже не такой блестящей. Это, конечно, большой минус. И с большей вероятностью она начнёт разъедать вот этот пластик. Со временем это тоже очень большой минус. Кстати, советую не хранить резиновые фигурки на полке рядом с виниловыми. И вообще пластиковыми. Потому что при химической реакции со временем пластик начинает плавиться от резины. Поэтому советую вам их всё-таки не совмещать. Сам динозаврик покрашен достаточно интересно. Сам он жёлтенький. И гардиентом покрашен в некоторых местах оранжевым. Такой коричнево-оранжевато-красный. Это придаёт ему некую естественность. О, относительную естественность. Никто же из нас не видел живых динозавров. Сам он стоит на задних лапках. Сейчас снимается ли он с подставки или нет, я не знаю. Но мне почему-то кажется, что должен. Нет, он не снимается. Его ноги прикреплены туда очень плотно. Но я не буду снимать пока. Пусть будет так. Если в этом будет необходимость, я, конечно, его сниму с этой подставки и что-нибудь сделаю. Но в этом нет необходимости. Подставка в порядке. Сам динозавр тоже. А вот если разъедать начнёт пластик, то да, придётся снять. Потому что... Вот. Несмотря на миниатюрность фигурки, у неё очень хорошо проработана мускулатура. И даже брюшко снизу такое, как у крокодильчика. Он очень маленький и милый. Я не могу судить ничего о мускулатуре динозавров, но видно, что она тут есть. Некая непропорциональность фигурки это просто такой стиль. Поэтому к этому придираться не стоит. Мы видим, как хорошо он покрашен. Ничего лишнего нигде за гранями нет. Можно придраться к мелочам, но не стоит. Потому что бывает и хуже. Даже глаза у него покрашены ровно. Такой вот динозаврик. Что ж, а на этом обзор окончен. С вами были... Кот Мурзик. Э, кошка Мандаринка. А ещё Рожжевая Гончия. И разные люди за кадром. Но они отдыхают. В общем, не важно. А ещё с вами был маленький динозаврик Трицератопс от Мател. До новых встреч. Ждите новых продолжений сериала, меня, новостей, обзоров. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok